Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Что ж, биткоин это сделал. Капитализация криптовалют впервые в истории преодолела 3 триллиона долларов. А все из-за потрясающих новостей, которые сегодня стали известны. Мы поговорим сегодня про биткоин, эфириум, шиба ину и другие криптовалюты. Начнем с быстрого анализа цены биткоина. Эта картина тебе уже знакома, если ты смотришь мои видео хотя бы 2 месяца. Мы говорили о том, что эти два движения повторяют друг друга практически шаблонно. Рост, коррекция, рост. Рост, коррекция, рост. В прошлый раз после коррекции рост цены биткоина достигал уровня 1.414 по Фибоначчи. Но заметь, что при достижении вот этой кривой логарифмической линии мы испытывали сначала небольшую коррекцию вот здесь, затем консолидацию, а затем даже еще один ретест. Сейчас эта кривая находится на отметке около 70 800 долларов, но с каждым днем она становится выше. Поэтому чем дольше биткоин будет к ней приближаться, тем выше будет эта цена. Если в ближайшую неделю мы достигнем этой кривой линии, это будет около 74 000 долларов. Именно на этой отметке мы можем увидеть коррекцию и какую-то консолидацию около нее, прежде чем продолжить расти дальше. Уровень 1.414 по Фибоначчи, до которого в прошлый раз цена биткоина дорастала, на этот раз составляет около 78 600 долларов. Так что после преодоления 74 000 долларов, следующей целью будет именно 78 600 долларов. Кстати, про уровень 74 000 долларов говорят и некоторые трейдеры. Они предполагают, что эта отметка и станет новой линией сопротивления, которая может привести к небольшой коррекции биткоина перед продолжением роста. План Б напоминает нам о том, что он является никем иным, как путешественником во времени. Он предполагал такие цены за биткоин. 47 000 долларов в августе, 43 в сентябре и 61 000 долларов, по его мнению, должна была закрываться цена в октябре. Что ж, с небольшой погрешностью эти цели были достигнуты. Ноябрь, по его прогнозу, должен закрыться у отметки 98 000 долларов. Но на самом деле, если биткоин преодолеет 70 и особенно 74 000 долларов, дальше вообще никаких сопротивлений и нет. Пока что. Кто знает, что будет после преодоления 74 000 долларов. Дикая фома? Причем даже не фондов, а уже розницы. Интерес к биткоину сейчас даже ниже, чем в мае. Я уже не говорю про 2017 год. Что будет, если мы хотя бы приблизимся к этим отметкам 2017 года? Все это может случиться уже после достижения биткоином 70 000 долларов. Рост с 65 000 до 98 000 это около 50-60%. И кто-то думает, что это очень-очень много. Биткоин не сможет вырасти на 50% за 3 недели. Однако, как пишет план Б, биткоин уже делал это и не один раз. В 2013, 2017, 2019 и даже 2021 годах. За несколько недель он рос на 60, 200 и даже почти 500%. Еще один очень интересный график, которым я хочу с тобой поделиться. Это вот этот график, который ты видишь у себя на экране. Это сравнение трех циклов. 2013, 2017 и 2021 годов. Мы видим, что во всех циклах дно было на уровне 1,272 по Фибоначчи. Огромный рост начинался после пробития уровня 1,618 по Фибоначчи. И где же биткоин находил свой пик? На уровне 2,272 по Фибоначчи. В 2013 году, в 2017 точно так же. На каких же отметках находится этот уровень сейчас? Около 200 000 долларов. Даже страшно называть такие цифры. Жестко, да, но биткоин уже проделывал это в прошлом. Почему он не может сделать это и в будущем? Но если это случится, даже я очень, очень сильно удивлюсь. А теперь я хочу поговорить о суперновости, которая сегодня заставила биткоин достичь нового исторического пика. Вчера мы говорили о том, что фонды и управляющие инвестициями, наблюдая за тем, как биткоин растет, а остальные рынки топчутся на месте, могут испытать синдром упущенной выгоды и принять решение перейти в биткоин. Что ж, это и произошло с одним из таких фондов сегодня. Джеффрис, управляющий активами на сумму в 440 миллиардов долларов, продает золото для того, чтобы купить биткоин. Как тебе такие новости? Фонд с активами на сумму почти полтриллиона долларов продает золото ради биткоина. Институционалы начинают выбирать биткоин. Но почему это так важно? Дело в том, что мы еще не видели настолько крупных фондов, которые переходят из их активов в биткоин. Не видели до сегодня. И что же произойдет после этого? Другие могут увидеть это и подумать. Эти ребята явно что-то знают и понимают. И тоже могут продать золото или что-то еще и купить биткоин. Тем более, что золото практически никак вообще не растет, в отличие от биткоина. Доходность золота за этот год минус 4%. Минус 4%. В то время как биткоин за этот год дал 340%. Разница есть. Как по мне, именно это и есть будущим триггером институционального фома в криптовалюту. Того самого фома, что толкнет криптовалютный рынок к размеру рынка золота. Это около 10-12 триллионов долларов. Кстати, на это фома могут повлиять и недавние отчеты о прибыли за третий квартал от различных компаний. Например, от Paypal. Paypal сообщает о том, что их доход вырос на 13% за третий квартал 2021. При этом на этом фоне он заявляет о планах больше сфокусироваться на криптовалюте. Интересно, почему же они хотят больше фокуса на крипту? Да скорее потому, что их доходы выросли как раз таки из-за криптовалютных сервисов, которые они запустили в Великобритании, например. Думаю, именно поэтому они планируют предлагать больше криптосервисов в большем количестве стран. Забавно, что год назад мы только предполагали, что такое может произойти, а сегодня все это становится реальностью. Чем больше лет ты занимаешься криптовалютой, тем больше убеждаешься, все, что раньше казалось фантастикой, на самом деле было неизбежной реальностью. Как тебе, например, такая фантастика, которая стала неизбежной реальностью? Новый мэр Нью-Йорка не только хочет принимать зарплату в биткоинах, но также хочет создать личный токен города, а самое главное – вести уроки биткоина, блокчейна и криптовалюты в школах города. На этих уроках будут преподаваться даже способы программирования криптовалюты, как разрабатывать децентрализованные приложения и криптовалютные игры, как создавать DeFi-инструменты, блокчейны, NFT и так далее и тому подобное. Также мэр Нью-Йорка хочет отменить все запреты, связанные с криптовалютой в этом штате. Ну и как тебе такое? Это же просто невероятно. В США были одобрены первые биткоин фьючерс ETF, и мы это знаем, но как насчет настоящего биткоин ETF с физической поставкой биткоина? Заявки на его создание в США уже были поданы, например, это сделала компания BlockFi. Их заявку уже можно найти на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США. И как только один такой спотовый биткоин ETF будет одобрен, начнется целая волна запусков ETF с физическим биткоином на территории США. Это значит не только поток институциональных денег, но и влияние на дефицитность биткоина. Это очень-очень хорошие новости для биткоина. Да и в целом для криптовалюты. Следующая новость отличная для холдеров эфириума. Директор дискорда поделился таким скриншотом. Многие из вас знакомы с тем, что такое дискорд. Я тоже ими иногда пользуюсь. Даже школьники используют его для общения во время онлайн игры, например, CSGO. И директор дискорда показал этот скриншот обновленного дискорда, где мы видим, что компания, очевидно, готовится интегрировать MetaMask. Кошелек, который свяжет эфириум и дискорд. И предоставит эфириуму выход на 140 новых миллионов пользователей. Хару – это большие новости для эфириума. Мы уже говорили об отчете за третий квартал от PayPal. Такой же отчет опубликовала и компания AMC. Та самая, что является крупнейшей сетью кинотеатров по всему миру. Нас мало волнует их прибыль и убытки. Нас больше интересует вот этот абзац, который я нашел вот здесь. В нем они пишут. Мы начали принимать криптовалюту в счет оплаты подарочных сертификатов AMC. И сейчас пишем код для веб-сайта и мобильного приложения с поддержкой таких криптовалют, как Биткоин, Эфириум, Лайткоин и Доги Коин. Все это в работе. Но также, я даже оранжевым это подчеркнул, мы начинаем изучать то, как можно добавить из Шиба-Ину. Выходит, AMC, крупнейшая сеть кинотеатров в мире, работает над тем, чтобы принимать Шиба-Ину. Я считаю, что это очень большие новости для этой криптовалюты и ее держателей, а также для ее хейтеров, которые до сих пор думают, что это просто мемная криптовалюта. Но это уже давно не так. Разработчики Шиба-Ину делают все, чтобы она перестала быть очередным Доги Коином. Я думаю, что принятие AMC повлияет на признание и, главное, распространение Шиба-Ину. На этом все, ребята. Меня зовут Богатей Ищи-Ди. Это было видео про очень отличные новости для биткоина, эфириума и Шиба-Ину. Происходят какие-то потрясающие вещи, о которых мы раньше только мечтали. Блин, биткоин будут изучать в школах. Это точно не параллельная вселенная. Это происходит прямо сейчас в нашем мире. И как классно быть частью всего этого. Меня зовут Богатей Ищи-Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делюсь видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин